Её называют самой народной телеведущей страны. Что это такое, хорошо это или плохо, нам расскажет сама Ксения Бородина. Ксения, вот смотрите, эпитет народная, он часто противоставляется эпитету элитарная. То есть, вы знаете, есть популярные форматы или газеты, это таблоиды, они с миллионами киражами. А так называемые качественные, их там читает 700 человек, ну зато какие. Как вы считаете, лучше быть народной или элитарной, любимицей? Знаете, лучше и то, и другое, безусловно. А это ваш случай, я перебью вас. Это ваш случай. Это мой случай, да, потому что изначально, конечно, была идея такова, когда я появилась в телевизоре, появилась как соведущая вместе с Ксенией, а была как раз история в том, что Собчак, да, как раз она вот. Собчак в проекте «Дом-2», ну на всякий случай, мало ли. Вдруг какие-то совсем элитарные смотрят на которые, не знают. Как раз вот должна была быть эта параллель, потому что она, девушка такая гламурная, светская львица, а я вот изначально была ведущая-прораб. То есть и вот как раз была задача в том, что с ней ее ребята боятся и с ней так очень аккуратно разговаривают, а я такая свой парень, своя девчонка, которой можно все на стройке рассказать. Ну и, конечно, спустя 11 лет много что поменялось, и в итоге... Но в душе, наверное, все-таки я осталась народной. Кстати, недавно как раз об этом... Кстати, у меня такие ассоциации с народной сразу Надежда Бабкина, почему она с тобой. Ну да, народная песня. Или Кадышева, ее хоровод. Вот, на самом деле, все равно это все во мне осталось. Конечно, есть какая-то доля, как мы привыкли сейчас говорить, гламура, да, и всего остального. Хотя я, если честно, далека от шоу-бизнеса и друзей у меня там... Ой, вы все так говорите. Нет, у меня там практически нет друзей, есть очень много знакомых, и я не посещаю гламурные мероприятия. Ну, меня вот сейчас там не встретят уже года два-три. А как же вы оказываетесь в светской хронике на фотографиях? А это да, 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 да. Это нет, это не фотошоп, я там оказываюсь, потому что в последнее время, особенно желтая пресса меня очень сильно любит, преследует меня, даже вот фургончик ездит периодически за мной, куда бы я ни пошла, они везде меня ловят и вот ждут все, вдруг где-то я оступлюсь. Или вдруг ветер подует и юбка поднимется. Но это ведь с другой стороны положительный фактор, то, что это мобилизует, что ты понимаешь, что должен соответствовать мифу, что должен, нет? Нет, не думаю так абсолютно. Вот что касается последней истории в желтой прессе, это меня с подружкой поймали на рынке вещевом. Мы туда поехали. Я перебью с какой подружкой именно? С моей подружкой ничего, она просто подружка, она ничего такого. Работает подружка Ксения Бородиной, я понял. Да, работает моя подружка. Вот, она за мной заехала, и мы, абсолютно ничего не подозревая, значит, собрались на вещевой рынок. Приехали туда, походили, погуляли, что-то прикупили, и в итоге на следующий день огромная статья, Бородина вас обманула. А, и мы когда ехали, проезжая Кремль, значит, я решила выставить фотографии и увидела геолокацию, и поставила геолокацию ЦУМ, ГУМ, ну, что-то там такое, и, в общем, Кремль, да. И пишу, едем с шоппинга. И, значит, слезки такие с глаз, есть смайлики такие со слезками. Ну и все, и на следующий день, значит, огромная статья в желтой прессе. Бородина вас обманывает, рассказывает, что в ЦУМе ГУМе одевается, а на самом деле у нее вещи там и название вещевого этого рынка. И мне никогда не было это стыдно признаться о том, что я могу и умею сочетать одежду, да, и я хожу в магазин. У меня нет какого-то человека специального, который ходит в магазин за меня. Да, это я делаю сама, совершаю покупки. Я могу спокойно пойти и на рынок, и в обычный продуктовый магазин, и постоять в очереди. Для меня это вообще не является никакой проблемой. Я умею сочетать в одежде. Я люблю большие торговые центры. Одеваюсь там, я не знаю, можно ли это бренды называть, да, но то есть те, которые стоят там тысячи, две тысячи рублей, также могу сочетать с дорогой обувью, с сумками. И я вот как раз об этом написала пост, что даже если меня поймали, для меня это не было какой-то трагичной новостью, я не закрылась дома, я не начала там плакать. Мне наоборот это смешно и даже отчасти приятно. Вы знаете, кто вот не ходит по магазинам, вообще гуляет сама по себе, это кошка, у нас есть традиция, вы знаете, мы рассказывали о бездомных, приютских кошечек. Это кто у нас? Шурочка. Шурочка. Какое-то такое бисексуальное имя. Мальчик, мальчик, девочка. Кошечка. Кошечка, да. Шурочка, да, вот постараемся найти. У вас, кстати, есть домашний котик? Есть, да, у меня есть кот, зовут его Шанти, уже 5 лет он с нами. Породистый, наверное, какой-то, да? Он британец, да. Британец, а... Ну, я его очень-очень сильно люблю, да, и вообще животных я обожаю, и, конечно, я всегда за, чтобы вот такие не на улице оставались, а жили дома в теплых семьях. А в детстве были у вас животные? Я таскала домой, каждый, во-первых, была традиция, начиная с моего дедушки, у меня дедушка работал таксистом. Дедушка по какой линии? По маминой дедушка, вот, по маминой линии, он у меня был такой большой, крепкий мужчина, вот, но при этом татарин, но при этом вот бабушка поставила такие условия, что животных нельзя, а мне так было обидно, я была маленькая, я очень любила животных, и вот каждую неделю, возвращаясь, каждый день, возвращаясь, значит, он в таксопарке оставлял машину, так, Шура не очень довольна. Нет, заберите девушку, потому что... Заберите уже в семью, пожалуйста, кто-нибудь, видите, кошка требует. Да. В общем, каждую неделю, возвращаясь, каждый день, возвращаясь с работы, оставляя машину в таксопарке, он шел и по дороге где-нибудь у гаражей все время приводил какую-нибудь собаку домой. Так. Но бабушка не любила с ним скандалить, поэтому ночью она с этим, всем этим делом соглашалась, а утром уже, значит, она выгоняла собаку, накормив ее, естественно, поив, но выгоняла, говорила, ой, дорогой, он говорит, а где, где, я вчера привел, он говорит, ну вот я открывала дверь, значит, дверь на распашку, все, убежал, я по лестнице за ним не успела движать. И каждый раз какие-то новые-новые истории были. В общем, и со мной то же самое, также я водила и котов, и кошек домой, потом это где-то продавалось около детского мира, вот, со стороны моих бабушек и дедушек. Вот поэтому, когда я выросла... Да дорого можно было бы кошку от Ксении Бородиной, вам надо еще приют организовать, это, кстати, тоже тема, вы так грамотно подводили к вашей линии одежды, разговаривая про губу суммы. Нет, абсолютно об этом не думаю, кстати. Нет, ну давайте расскажите, раз уж. Не, могу рассказать. Да, расскажите, вот на вас же это не от вас, нет, не от Бородиной? Нет, это не мое, это, кстати, вот, мне привезли из Тбилиси буквально три дня назад, там есть такая девушка такая, дизайнер, популярна она, насколько я понимаю, только в социальных сетях, мне очень нравятся у нее вещи, вот я заказала. А что касается моих вещей, идея возникла недавно, причем не у меня, а у моего мужа. Он сказал, что как это так, почему у всех есть, у тебя нету, у тебя тоже должно быть есть. Вот что значит бизнесмен. Молодец, да, да, молодец. Он мне сразу и салоны открыл, и вещи, и сказал, я обязательно тебе буду помогать, потому что, вы знаете, я не знаю, мне как-то всегда очень, несмотря на то, что я в телевизоре так давно, очень стыдно, а стыдно за, как-то вот я, и поэтому знакомых у меня в шоу-бизнесе так мало, я не умею продвигать, вот прям вот так вот продвигать свое, да, мне как-то вот все время было неудобно, и я не совсем уверена в себе до конца, и мне кажется все время, что не пойдет. И вот поэтому мне нужен рядом человек, который все время будет меня дергать и говорить, Ксюш, все получится, и вот как раз, слава богу, мой муж оказался таким человеком, который мне сказал, поверь мне, все у тебя получится. Если люди в таких количествах жаждут там знать, во что ты одеваешься, естественно, твоя коллекция должна понравиться. Ну вот ваша свадьба 3 июня, да, видите, свадьба? Да, да, да. Это такой... Июля, июля, да. Июля, да. Нет, нет, 3 июля точно. Да, да, да. 3 июля, да. То есть всего месяц небольшой прошел. Месяц, да, месяц прошел. Да, вот это было такое масштабное мероприятие светское, очень много. Но тем не менее, вы немножко про супруга расскажите, так, кто, что, он, вот, ну, для тех, кто пропустил. Для тех, кто пропустил свадьбу. Да, да, да. Нет, действительно, свадьба прошла очень хорошо, мне сказано радо. Я, опять же говорю, вот, как человек не особо уверенный, не ожидал, что все пройдет так, так хорошо. Я постаралась, и супруг постарался, и вообще очень много кто участвовал. Спасибо всем большое. А что касается супруга, знакомым мы давно. Один из бывших участников проекта нас познакомил на каком-то мероприятии, но это был... Проект Дом-2. Да, да, да. Это было давно, это было, наверное, года 4 назад, 5. И так получалось, что мы периодически на каких-то... Ну, пересекались, да. ...то днях рождения, да, где-то пересекались. Он тогда находился в гражданском браке, я была в отношениях, поэтому, в общем-то, ничего позволить мы себе не могли. Но все время пересекались взглядами. Потом мы стали дружить. В какой-то момент мы стали дружить, и, знаете, вот этот человек... Ну, вы его даже упоминали, но шифровали, он зима. Да, да, да. Я не видела, что это зима, непонятно, да. Вот, но нет, у него действительно среди многих знакомых, только благодаря мне, его узнали как Курбан сейчас, страна в целом. Так вообще он для многих был действительно зима, и его так с детства называли, потому что они, когда он был маленьким, в магазине, в каком-то, насколько я не знаю, хорошо знаю эту историю, что-то было связано с мороженым, которое называлось «зимушка», но, по-моему, они его свистнули. Ты чувствуешь, что вот есть это мужское, когда ты понимаешь, что вот когда у тебя какая-нибудь безвыходная ситуация, и женщина сразу в таком тупике, и ей нужно какое-то мужское плечо, и каждый раз это оказывался он. И вот сейчас, когда я вышла замуж, я поняла, что это никакой не мужской ход был с его стороны, а действительно он так воспитан, он такой человек. А вы остаетесь Бородиной или Амаровой стали? Нет, я стала Амаровой, но для, естественно, как бы это все осталось, да, то есть везде я все равно Ксения Бородина. Ну, собственно, изначально вы не Бородина, у вас же папина фамилия была. Да, 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 у меня была папина фамилия, а потом у меня была фамилия моего первого мужа, а сейчас я взяла фамилию Курбана. А вот с папой вы когда последний раз виделись? С папой я виделась последний раз, как раз это были, такое мероприятие было, это были похороны, это были похороны, да, и ваш канал тоже об этом вещал, что, ну, я не буду, в общем, произносить чьи, но вот там мы виделись последние. Нет, я про, нет, я про деда Хасана, это вот наш родственник. А, да, 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 пишут, да, что Бородина, она родственница криминального авторитета, деда Хасана, да. И поэтому вот там мы последний раз с папой виделись, общались. А то есть вы действительно связаны как-то? Да, ну, это наш родственник, да, вот. Это помогало когда-нибудь? Нет, вы знаете, я никогда, я могу сказать честно, никогда в жизни я не обращалась ни в коем случае ни за какой помощью, я ввела мероприятие, потому что мы связаны, да, были, и как бы делала это с удовольствием, но так, чтобы обращаться по каким-то вопросам, мне это не нужно. Нет, мне как раз говорили, когда я сказал, что с вами буду беседовать, мне говорят, вот, она родственница, значит, ну, как бы криминального авторитета. Я говорю, ну, нормально, на телевидение можно попасть там, как вот, ну, чтобы столько лет... Продержаться? Чтобы быть лицом проекта и сделать проект, который является драйвером канала, я причем не являюсь поклонником совершенно Дома-2, вообще не смотрю, но вот нельзя не признать, что он просто вытащил, то есть мои любимые сериалы я смотрю, потому что есть такой канал, и за счет вашего проекта, феноменальный, конечно, успех, вот он лично мне не понятен. Вы как сами думаете, это формат или это ведущие сделали? Да нет, к нам, ведущим, это не имеет никакого отношения, это, конечно же, нет, 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 это действительно формат. Это социально одобряемый ответ. Нет, 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 но это действительно так и есть, это формат. Не скромничайте, но нет, на самом деле. И прежде всего, зритель интересуется жизнью участников, мы уже, естественно, какое-то вот неотъемлемое звено во всем этом, но прежде всего, конечно, это сами ребята и наши продюсеры, большие молодцы, потому что 11 лет назад они просто сделали, я считаю, что Дом-2 это флагман нашего канала. Вы же тоже имели отношение изначально, вы же участвовали в проекте не только как ведущая, но... Нет, только как ведущая, с первого дня. На подготовительном этапе вынесли? А подготовительный этап тоже был, да, 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 мы же сидели, все редакции тоже вот придумывали. Я думаю, во-первых, потому что это история о любви, и это всем всегда интересно. Во-вторых, в свое время почему была популярна программа «Окна» с Дмитрием Нагиевым? Которую тоже вы делали, да. Которую я тоже, да, участвовала. Вы же придумывали все эти истории, наверное. Да, 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 почему? Потому что людям всегда интересно наблюдать за жизнью других людей, да, и бабушки у подъезда сплетни, да, и почему мы иногда любим подглядывать в окна к чужим людям. А здесь, пожалуйста, смотри, не хочу, вот, и я думаю, что это и есть залог успеха. 11 лет я вообще не помню только Санта-Барбара. Ну да, вы примерно столько же, ну, лет 10, да, в Италии провели, ну, наезды, когда ваша мама была замужем за итальянцем. А вот ваш отчим, вы когда его последний раз видели, что с ним стало? Ведь разошлись, да? Мама с отчимом разошлись, но у нас очень хорошие отношения, и буквально, наверное, месяца два назад он прилетал в Москву. Каждый раз, как он здесь, мы каждый раз встречаемся, ходим на ужины. Я вспоминаю итальянский, вот, разговор, но он и по-русски в совершенстве говорит очень хорошо. Он говорит по-русски хорошо, да? Он говорит по-русски, он архитектор, вот, и он работает и в России. То есть мама познакомилась с ним в Москве, как ли? В Москве, в Москве она работала, я не знаю, помните ли вы такой магазин, «Березка» был. Ну, а как же, да, валютный. Да, да, валютный магазин, и там работала моя мама. И вот как раз тогда, в те совковские времена, они познакомились, и, значит, он влюбился с первого раза, стал часто приезжать в Москву, все, звал ее, звал, а она долго отказывалась, потому что не хотела меня оставлять. А тогда были проблемы очень большие, как вы помните, не пускали за границу, ей чудом удалось, меня нет, уже все понимали, что перевезут, поэтому вот долго я... А у него дети были от предыдущих браков? Нет, у него только сейчас, пять лет назад появился сынок, вот, вылитый, он в 50 лет. Брат, да, 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 50 лет у него появился первый ребенок, замечательный, Александра. Вообще, я ему, конечно, за многое благодарна отчему. А как его зовут? Его зовут Дженни, Дженаро. Я ему очень благодарна, потому что мое образование – это он, потому что очень многие качества он мне привил. И вообще, так как я прожила в Италии, мы прожили на очень красивом острове Капри долгое время, вот, очень знаменитый остров, и я успела и посмотреть и людей, и жизнь красивую. И тогда я была совсем маленькая, да, но все равно все это было, конечно, интересно. Сейчас ему спасибо большое за все. А вот у Амара есть сын, да? Да, да. Он, как кажется... У Курбана есть сын Амар. Ой. Да, 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 да. Ну, ничего страшного, нет. У Амарова, да, да, да. Тем более, да, он назвал его именно так, да. С Марусей познакомили? Познакомила с Марусей. Как раз это произошло... С вашей дочкой. На Новый год. Очень нам было страшно, и ему, и мне. А он старше, да, Амар? Да, на годик. На год старше Маруси. Ну, это хорошая такая разница. И, вы знаете, как ни странно, они очень сдружились, очень сдружились, мы боялись, мы переживали, познакомили нас в Новый год, отпраздновали вместе в большой компании, а потом стали как-то периодически их вывозить куда-то вместе. И вот сейчас в последний раз свадебные путешествия мы взяли с собой детей. А куда? В Виталию поехали? Нет, мы летали в Турцию, кстати, все так очень возмущались и писали, что как странно, свадебные путешествия в Турции, что денег не хватило. Нет, дело не в этом, дело в том, что у меня есть некий опыт, и я понимаю, что в Европе, если честно, для меня с детьми сложновато, потому что их постоянно нужно чем-то развлекать. Нет, когда all-inclusive вот эта турецкая, с этим ничто не сравнится. Да, да, вообще готовить не нужно, вот, а я не готовлю, можно сказать честно. Потом там же анимации, вообще все дела. Там анимация, если ты берешь, да, мы взяли, хорошая у нас была вила, своим бассейном, мы были далеко от людей, нас никто не трогал, мы чувствовали себя великолепно. А папарацци не добрались до вас там? А, папарацци нет, слава богу, что удивительно, кстати, да, пожадничали на билет, наверное, вот, но вот как-то странно, не приехали, не прилетели. Но есть эта история на пляжах, когда там тебя пытаются сфотографировать. А вот Курбан, он же, у него дагестанские корни, да, папа у него, он мусульманин? Он мусульманин, да. А вот, а вы? Я нет. Ну, несмотря на то, что у меня дедушка был мусульманином, бабушка у меня русская, мама у меня наполовину, у нас вообще очень много смешанных, смешанных корней. Ну да, ваши армянские там все эти корни, да. Да, у меня там все, и езиты, и татары, русские, в общем, дочка у меня от армянина, да, поэтому у нас хватает. Но что касается религии, вы знаете, вот тоже все пишут, говорят, наверное, тебя заставили принять ислам. Да, 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 я поэтому. Да, да, вся вот эта, почему она носит крестик, дикие возмущения. А у вас крестик, да? Да, у меня есть крестик, я просто сейчас убрала, потому что бьется об микрофон. Нет, ни в коем случае никто меня ничего не принуждал, не заставлял, паранжу не одевают, не заставляют меня читать там намазы, да, совершать. Нет этого. Я православная, вот, всю жизнь ею была, и ей останусь. И, кстати, он очень спокойно относится к религии, то есть он сам верующий, да, человек, но, как бы, у него своя вера и свое отношение к этому. Нету фанатизма. А у вас же очень, вообще, я еще подумал, он же, наверное, католик, Виталий. Да, очень у меня католик, да, совершенно. А вот мы же знаем, да, что такой национальности, как дагестанец, нету там, вот он кто, он аварец или кто? У него мама аварка, а папа даргинец. А, понятно. Ну, тогда дагестанец, да, 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 да. А вот вы с ним совпадаете, допустим, во вкусах? Я знаю, что вы фанатка сериалов, что вы там в «Три часа ночи», ну, раньше, Васян, еще слышала одно из интервью, в «Три часа ночи» ложились, потому что отсматривали все свои любимые сериалы. Вы одни и те же сериалы смотрите или нет? Да, и я его, кстати, подсадила на сериал, он никогда в жизни не смотрел, он мне сам в это время, он говорит, у меня, говорит, один раз была какая-то история в том, что, говорит, я заболел, я две недели лежал дома, и просто вот переключал каналы и подсел на какой-то там русский сериал. Я, говорит, никогда в жизни смотреть это не буду. Я говорю, подожди, ты еще со мной не жил, сейчас узнаешь, что это такое. И никогда в жизни я не видела с его стороны такие горящие глаза, вот это вот сумасшествие, когда он бежит домой, значит, наложил себе покушать, прыг, значит, в кресло, и вот «Игры престолов». Я его подсадила. Ну, вообще-то да, зима приближается, да, это да. На одном дыхании он посмотрел все пять сезонов, я его подсадила. И сейчас мы смотрим во все тяжкие вместе. Я уже смотрела, пересмотрела. Тяжеловато, и вот ему не нравится как раз, да. Он говорит, что это немножко, он вот любит как раз… «Игры престолов» – это красивая сказка такая. Говорит, ну найди мне вот что-то такое в этом духе, говорит, викинги, может, еще что-то еще. Я говорю, ну, знаешь, не то. Не, викинги не то. Вот уже нет, это, конечно, нам было. Какого-то мистического вот этого элемента. О многом не поговорил я с вами. А что-нибудь вот должен был я спросить и не спросил? Как вы считаете? Вы как профи? Ой, вы знаете, нет, вообще не люблю слово «должен». Да нет ничего, в общем-то… Ну, может быть, вы ожидали, что о чем-то спросят, а вот вопрос не прозвучал. На самом деле я могу сказать вот честно, да, сейчас, смотря на вас, это первая программа, на которую я, грубо говоря, сама напросилась. Я очень люблю вашу программу. Я не знал, что… Вот я с этого бы и начал. Не, я могу вам сказать честно, меня на многие программы приглашают. Я думаю. И я все время отказываюсь, ну, как бы хожу, но очень редко. И я смотрю, вот так получается, что ваша программа идет ночью, и в это время я как раз приезжаю с работы, я свободна, и мне всегда очень интересно вас послушать. Программа добрая, да, я могу вам сказать честно. Ну, не всегда. Ну, не всегда. Да, вот как раз мы перед эфиром вспомнили программу с Леной Лениной, которая очень была возмущена. Не знаю, почему, на самом деле, я считаю, что программа очень добрая, и вы задаете очень хорошие вопросы. В конце концов, ну, правда, да, если человек готов к вопросам, он должен откровенно на них ответить. Готов рифмуется со словом «котов». Это главное, чтобы котов. Да, 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 главное, что котик мы сегодня пристроили. Да, вот он вернулся, обратите внимание, поймать ее не смогли. А вот она поняла, что попиариться надо все-таки. С Бородиной, в общем-то, шансы есть. Ксения, значит, вот если вы смотрите программу, значит, у нас есть традиция финишировать. Вот, игрой, значит, у нас осталось время на один вопрос. То есть одну вы вытаскиваете фишечку. Говорите, какого она цвета. Это? Желтый. Желтый, да. Ну, красный страшнее, говорят, поэтому... Желтый полегче? Желтый, да, это ваш любимый проект. Желтый. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле или в кино? Ну, конечно, да. Конечно, да, но не на спектакле. На спектакле последний раз заснул мой муж. Мы ходили на Хазанова. Геннадий, прости. Ну, что же вы так сейчас просто... За что? Я не знаю, как так получилось. Причем, вы знаете, у меня был такой период, за один месяц я накупила на все вообще спектакли Хазанова, значит, билеты скупила, там, три билета я купила. Один спектакль там был во вторник, потом в четверг. Он говорит, что у нас, значит, что за неделя Хазанова у нас такая образовалась. И вот, как раз вот мы пошли, я не помню, то ли мы на чей-то день рождения до этого ходили. В общем, он был совсем не рад, что я его привела в очередной раз на спектакль и уснул. А что касается меня, ну, могу кино. Вот на последний раз дочь я ходила на мультик, честно могу сказать, уснула. Ну, на мультике это простительно. Я надеюсь, что у нас никто не заснул. Мы смотрели Ксения Бородина, никто не спит, когда смотрит. Тут огромное вам спасибо. Вам спасибо большое, очень приятно. Да, из окошечка ходили на мультик. Ну, лево.